и это мой завтрак утром в отеле 23 июня 2018 года шведского стола здесь нету очень разочарован какие-то две булочки типа мед вишня варенье это наверно скорее всего масло сливочное буру конат вот кусочек четко белая штука непонятная кекс молоко в принципе все вообще никого нету здесь в зале я один тут сижу завтракаю может быть у них не принято в отеле к завтракать все равно перекушу все привет дорогие друзья сегодня на календаре у нас 23 года я выживаю в албании сейчас я нахожусь в городе курорте названием влера здесь я переночевал с пятницы на субботу 22 по 23 июня в отеле под названием хотель националь влера за 25 евро друзья 25 евро мне пришлось отдать просто я вчера поздно вечером во влеру автостопом добрался из тираны причем самостоятельно заметьте впервые в своей жизни я добрался автостопом я взял уроки мастер-класс у дмитрия моего друга путешественника он научил меня как делать автостоп на дороге в общем поздно я приехал поздно вечером во флеру а мы с пацанами договорились до саранда добраться но у меня уже не было сил поздно вечером идти на трассу и ловить тачку до саранды я решил заночевать и благо у меня телефон есть и карта сим-карта местная вот мобильный интернет у меня был и по интернету я на сайте booking.com забронировал себе номер двухместный с одной кроватью моно кровать хорошая для потрохушек там 25 евро я пришел на ресепшен мне сказала александр я такой да да я я в общем а там уже в компьютере в базе ну показано было мои данные что я на сайте заполнил у меня заселили все нормально я отдохнул завтрак был конечно завтрак такой знаете на типа чисто на отстань да на отвали ну знаете по-русски слово матерное одно название завтрак вот там вот друзья там одна булочка чай пакетированный там масло мед такой маленький вот варенье вот друзья и потом я целое утро до обеда валялся на кровати и загружал видосики которые у меня накопились про албанию за неделю моей жизни в этой замечательной балга балканской стране я все видосы загрузил там вайфай нормальный хороший сигнал все поймал вайфай интернет на youtube на канал загрузил видосы про албанию замечательно там нашел себе друга сани и они вместе автоступят когда я в россии был и переписывался со димой то он мне не говорил что еще к нему приедет второй третий друг санина и что мы будем втроем путешествовать я думал что мы будем дуэтом только только я и только дима ну как бы третьего не дано до третьего не будет ну вот позавчера нарисовался друг саня 22 года снова уренгоя и дима быстренько переключился с меня на санька да на друга своего ну в общем пусть они вместе путешествуют они ровесники я так понимаю что я оказался лишним вот такие дела друзья я сейчас выселился из отеля и какие мои планы мои план такие я сейчас иду в другой отель то есть это не совсем отель это хостел и там есть возможность во дворе хостела разместить а значит мою палатку которую я взял с собой представляете я уже неделю живу в албании но еще ни разу свою палатку не и ставил и я буду платить хозяину хостела 6 евро в сутки за место во дворе под свою палатку то есть я могу спокойно спать в своей палатке а койко место в общей комнате там 6 место стоит 10 евро в сутки ну конечно выгоднее в палатке спать да это интересно на себе попробовать я ночевать в палатке как-то но да тем более лучше начинать с таких вот условий там ну где рядом душ как бы кухня все дела потому что куда-то далеко в горы с палаткой идея еще как бы не готов там еще нужно поймала помимо палатки еще много другого снаряжения там котелок для еды газовая горелка кружки там еда сухпайки да и так далее вот то есть я в интернете сегодня сидел на ютубе набрал слово албания там поиска ну типа значит последние видео самые свежие и вот там один мужчина значит серж его зовут выложил видео о том как он на велосипеде катается по албанскому городу влера я ему в комментариях написал где ты взял если в этом хостеле забронировать ну от пяти ночей то теперь бесплатно дают велосипед а я люблю на велика кататься на велике я люблю да я фанаты велосипедных прогулок у меня дома в москве велосипед есть что-то я загорелся этой мыслью и вот решил поселиться в этом хостеле где дают бесплатный велосипед если ты пронируешь от пяти ночей в принципе 6 евро за ночь не такие большие деньги тут я в отеле за одни сутки отдал 25 евро представляете а так я там за пять суток 30 евро там с центами да с хвостиком просто мне вчера вечером уже было сложно где-то поселиться я просто ткнул пальцем в небо буквально ткнул пальцем в небо выбрал первые попавшийся мне в интернете отель я его забронировал и все то есть главное было переночевать так же плевать было там на стоимость но я так немножко минут 10-15 на сайте посмотрел там какие там всякие отели друзья ну и выбрал из ближайших ко мне да что далеко не идти я просто сидел на берегу моря буквально 9-10 часов вечера вчера вот рискал отель сейчас я пойду в хостел здесь я не нашел по каучсерфику хост то есть я написал людям на сайт каучсерфик но мне никто не ответил поэтому придется платить свои кровные денежки за проживание в хостеле ну 6 евро в сутки не такие великие деньги не великие деньги я думаю вот такие дела вот пока что я иду вдоль берега моря красиво красота мне идти пешком около 6 километров до хостела это называется хостел что-то там хостел бэкпекерс влера или влера бэкпекерс хостел как-то так вот там я с Сержем сейчас встречусь это парень говорящий на русском языке мужчина вот такие дела все продолжаем наш отпуск отдыхаем в Албании а че еще надо море горе сейчас велосипед будет место для пола где разместиться завтрак и все нормально жизнь налаживается время сейчас без пятнадцати часа дня в принципе в часах шести я дойду до хостела и нормально заселюсь без онлайн бронирования даже мне Серж сказал что можно просто прийти и забронироваться говорит там людей сейчас мало он один там какой-то парень из Финляндии ладно друзья пока на этом все пока просто тупо иду до хостела пока остаюсь во влере к пацанам я в Саранту не поеду потому что это бросаться в омут с головой ты не знаешь где там ты поселишься а надеяться на них тоже не надо потому что гарантий нету никаких вот друзья поэтому лучше если ты работаешь ты человек рабочий у тебя есть деньги трать их не надо так сказать кому-то присасываться ну понимаете о чем и да так что у меня пока и деньги есть слава богу вот 25 евро потратил конечно жалко так себе на среднюю турочку там муравьи есть завтрак никакой я думал что шведский стол хотя бы будет ой ландры здесь все пока стопы пока я просто набираю спокойно пойду через везде из отеля в новое место своего выживания хостела прошел одну ночь в отеле хватит сейчас я беру езда хостела поживу в хостеле блин друзья ветер извините что так вот ветер конечно защиты от ветра у меня нету такие дела ну ладно все пойду я в хостел